Что Марк Хант, он в своей карьере испытывал как взлеты, так и падения. Алистара Уверим, собственно говоря, Мелвин Менхов. Не говоря, чуть ли не подвернулся под руку организации в Австралии, ну потому что была нужна местная большая звезда. Да, тоже известный боец. И с Беном Ротвеллом тоже Марк Хант очень... И говорил, что джуниора Дусантоса надо изгнать из спорта навсегда. Соперника Марк Хант и сильнейший правой рукой здесь. ММА для Марка Ханта тоже были не очень веселые. С Блейз, Алексей Олейник и Джастин Уиллис. Суждение подписать Марка Ханта в бои без перчаток, но... Учитывая его огневую мощь, его опыт выступлений. Мишил там дрался с Джеромом Лебонером, с Мирко Крокопом, да. Это все сильные мира сего от кикбоксинга. Он ждет своего часа, чтобы опустить правую руку на голову соперника. Сматривались друг к другу, хотя, опять же, Марк Хант, это человек, который влюблен... Странно, в общем-то, если бы о Марке Ханте не знали, что он тяжело бьет справа, о возможности отдыхать. Ждет, ждет Марк Хант оппонента. И здорово здесь на скорости пробег... Освоится в ринге, хотя, ух, опасно. Вот опять же, да, то есть он при этом действует достаточно грамотно. Ну вот, здорово. Не будет не кого-нибудь, но... Самого Руэнель, который от трактора Беларусь... Ну, оу, попал, а вот сейчас попал. Ну что ж, третий раунд. И, кстати, Марку Ханту очень яркая. То есть он начал поддавливать Хант после пропущенного. Да, потому что, как правило, он закладывает еще длинный-длинный правый бок. Передней рукой выходит. У-у-у, опять короткий удар, чуть сократил. Довольно размаш. Если и проигрывал, особенно в ММА, то, как правило, это сабмишенный. Потому что нокаутом крайне редко. То есть по пальцам можно пересчитать его. Меочич просто его руками заколотил. Да, но Меочич, опять же, это базовый боксер. И вот, здорово, размашистым круговым траекториям наносит удары. Стиля, он тоже выцеливает под удар справа. И здесь под... Вязать, повисеть на нем. Понятно, что кондиция... Марафонцем, да, то есть... Попал слева. Неплохо. Сводит в ответ Хант. Но, тем не менее, Хант добивается своего цене этого раунда. Вновь прикладывает руки соперника на ближний дистанцию. Потом еще хорошо. Нездорово. Сейчас очень мало ударов. Опять выбрасывает. И, понятное дело, что он длится, как ждать серийной работы не приходит. В бойки зайти. Иногда пробивает. Оппонент у Пола Галина нет. Неплохой джеб. Стоит на месте, абсолютно правильно делает. Таким образом он затрудняет. Возможно, что новая весовая категория от WBC. О, попал левый сбоку. Ух, Хант. Да, много просто. Говорят о том, что как раз именно для вот таких невысоких гиганты, как минимум. То есть, если ты меньше, чем 2 метра можешь, вообще таких ребят, которые ростом 178-180, все прочие. То есть, может быть, где-то и была логика. Куда же попадает Поветкин со своим ростом. Хотя у него рост, по-моему, опять Галин на ближней дистанции. Но удары не с голову. И, конечно, есть эпизоды, когда не очень все здесь вместе. Один раз пропустил удар, но челюсть осталась на месте. Попал. Рискует нарваться в случае хорошего удара на перелом лицевой кости. Кстати, из регби. Здесь попытался... Плотно довольно справа приложился по сопернику Маркант. Но вот опять же он... Сейчас пока наступал за соперника. Не оставаться напротив соперника, понимая прекрасно, чем это может. Сзад Галин, оппонента. Аберкот, нет, здесь не за... Мне бой нравится. Да? То есть, несмотря на... Ух ты, да. Почему-то эти ребята смотрятся. Есть рассечивание в голову соперника. На левую руку Маркант. И здесь ответ оттали. Парни, конечно, это видно. И справа-направа обмен. Тем более, что в ринге, в общем-то, две легенды спорта. 10 секунд до конца пятого раунда. И пошел обмен. И ждут. То есть, они каждый уже не по разу. Хотя это как раз тот... Такой вдох. И пошел джебом, кстати, рукой. Да, сбивать с прицела, смещаться по сторонам, по стоящениями. Ну и, конечно же, ударами. Но не рубиться на... Защищается. Больше времени провел, чем нужно на ближней дистанции. Промахи. Ну понятно, да, что уже здесь на фоне усталости очень сложно. Но, скажем так, особые отношения. Кладают один за одним. По туловищу неплохо. Ух, очень опасно опять вкладывался в удар справа. Очень открытая стойка. Неплохо. И уже просто... Вновь пытался со снятием рукой. Галин неправильно делает, что так явно отходит. Вот пауза растет, а ему сказали как раз напротив, да, что... И еще раз разбросаны у обоих. Галин, да, и... Так, вот это уже эпизодов надо отметить от этого поединка. И, в принципе, таких эпизодов был... Да, интересно объявлял.